Иисус 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 Очень всех помню, всех люблю и сутяю. Стихотворение называется «Сколько раз, мой Господь». Сколько раз, мой Господь, сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал, Сколько раз Ты мне руку свою подавал, Сколько раз изливал, как бальзам благодать, Сколько раз, сколько раз, не могу сосчитать, Сколько милости в жизни Ты щедро дарил, Сколько раз о своей мне любви говорил, Сколько мук на кресте за мой грех перенес, Сколько крови Твоей за меня пролилось, Сколько раз у постели моей Ты стоял, Сердце боль, сколько раз нежно Ты унимал, Не скорби, утешал Ты меня сколько раз И стучался ко мне в одиночество час, Ну а я, сколько я на пути растерял, Сколько раз я не пришел от Тебя, убивал, Сколько раз я блуждал по пустыням ума И смущалась над дною реховная тьма, Сколько раз этот океан так мыслей продел, Сколько раз на колени вставать не хотел, Сколько раз увлекала меня туета, И земли дела заслоняли хруста, Сколько раз я помочь людям сразу чем мог, Так, как Ты помогал мне, мой царь и мой Бог, Но я сердце от близких твоих закрывал, Как я мало любил, Сколько я не прощал, Сколько раз враг мне голову гнул до земли, Сколько раз заставлял задыхаться, пыли, Мою веру, надежду пытался сломать, И с Тобою меня соединяло лишней, Можно было ее не жалее оторвать, Но Ты мог мое тело с землей смешать, Но Ты ниточку делал канатом тугим, Обнимая и прощал, И вновь я Твоим. Аминь. Приветствую Вас, Возлюбленная Церковь, Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем читать с Вами сегодня послание апостола Павла к Ефесянам, Первую главу, с 1 по 14 стихи. И размышляя над истиной, будем молиться и благодарить Бога на основании прочитанного этого текста. Будем молиться о том, что Бог открывает каждому из нас. Итак, Ефесянам, 1 глава, 1, 14 стихов. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, Святым и верным, во Христе Иисусе. Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, Благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодаствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела в Его, в похвалу славы Его. Итак, мы прочитали с вами послание Кефейской Церкви, 1 главу, с 1 по 14 стихи. Это послание было написано апостолом Павлом, он сам об этом свидетельствует в 1 стихе. Апостол – это посланник, это Богом избранный человек. Павел говорит, что он волею Божию, апостол Иисуса Христа, задача которого была заложить основание Церкви, получить, провозгласить и записать Слово Божие, и утвердить это знамениями и чудесами. Это первое, о чем мы можем сегодня с вами молиться. То, что Бог чудесным образом избрал людей для того, чтобы дать нам Своё Слово, через которое Он открывается нам. Скорее всего, это послание было написано во время Его тюремного заключения в Риме, в 60-е или 61-е годы по рождению Христа. Он пишет это послание святым и верным. Что значит святым и верным? Святые – это значит отделенные. Отделенные от чего-то и для кого-то. Так вот, мы посредством смерти Иисуса Христа отделенные от греха для Господа. Мы те люди, которые принадлежат Иисусу Христу. Через веру в Иисуса Христа Бог полностью отделил нас от греха и приблизил к Себе. Это говорит нам о том, что мы, названные святыми, детьми Божьими, целиком и полностью принадлежим Иисусу Христу. Верный человек – это тот, который не предает. Это надежный человек, которому можно что-то доверять. Так вот, святой человек полностью осознает свою зависимость от Бога и полностью Ему верен. Во втором стихе Павел, начиная с приветствия, которое он использует практически в каждом своем послании, говорит о том, что от Отца и Сына исходит благое даяние и мир для всех верующих в Него. Далее он говорит «Благословен Бог». Это значит, что только Бог является источником благословений, и Он благословляет нас всеми, всякими духовными благословениями. Мы с вами это имеем и без всякого недостатка. Бог во Христе уже благословил нас всем, и мы, святые и верные, находясь во Иисусе Христе, питаемся всякими духовными благами. Но чтобы увидеть еще более, узнать и вкусить, как благ Господь, насколько Он нас благословляет, нам нужно задаться целью, которая является самой важной в жизни христианина. Это познавать Его, познавать Иисуса Христа, познавать Его через Слово Святое, которое Он же и оставил нам. И в молитве, обращаясь к Господу, просить, чтобы Он еще более и более через Своё Слово открывался нам, каждому из нас. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусите, распознайте, узнавайте. Апостол Павел писал Тимофею в 4 главе, 1 Тимофея 16 стихе. «Вникайте в себя и в учения, и занимайтесь этим постоянно». Далее апостол Павел обращает наше внимание на то, что Бог избрал нас во Христе еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодаствовал нас возлюбленным. Мы видим с вами, что Он избрал нас во Христе. Он усыновил нас Себе через Иисуса Христа. Для чего? Для похвалы славы благодати Своей. Он достоин. Бог есть любовь. Вот так вот Он открывается нам в этих стихах, как всемогущий, вездесущий Бог. Его дивный план по спасению всего мира был задуман еще прежде всего создания. Он во Христе уже избрал нас. И всякий, кто уверует в Него, в Иисуса Христа, получает усыновление и называется святым Детем Божиим. Эта любовь настолько непостижима в наших глазах, что подумать только, Бог создал нас, но уже прежде этого Он приготовил Своего возлюбленного Сына, как чистого и непорочного ангца, жертву за всех людей. И Он абсолютно даром дает каждому спасение от вечной гибели. Он во Христе делает нас святыми, непорочными пред Собою. Непорочными – это не имея никакого порока, пятна, никакого изъяна. И обо всем этом Бог позаботился еще до нашего с вами рождения, до нашего создания, несмотря на то, что мы заслуживаем только лишь одного – это вечного наказания. Но во Христе по богатству благодати Его мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов наших. Эта незаслуженная милость была явлена нам. Послание к кремлянам, пятая глава, восьмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это беспрекословно великое благочестие тайна. Бог действительно явился во плоти. Христос пришел на эту землю и выкупил нас из рабства наших грехов и смерти ценою своей святой крови. Иоанне, 10 глава, 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. И смертью и воскресением Иисуса Христа Бог приблизил нас к Себе. Он убрал это покрывало между Собою и Человеком и все соединил, и земное, и небесное, под главой Христом. И что мы видим дальше? Бог, Он на этом не останавливается. Он, поверив в Иисуса Христа, делает нас своими наследниками и дает нам обещанного Святого Духа, который есть залог нашего же наследия. Мы запечатлены Святым Духом. На нас с вами стоит печать Духа Святого. Поэтому всякий, кто поверит в Иисуса Христа как в своего Спасителя, имеет несомненно Святого Духа. И об этом нам говорит Сам Господь. Он ставит на нас печать Святого Духа. Далее, размышляя о наследстве, которое также даром, по милости, по благодати Своей во Христе Бог даровал нам, которое нетленное, чистое, неувядаемое, которое хранится на небесах для нас, я вспомнил притчу о блудном сыне. Вместе будем читать и посмотрим на картину, как на прообраз того, как Бог Отец поступил по отношению к нам. Евангелие от Луки, 15 глава, с 20 по 24 стих. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против тебя и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руки его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Все мы без исключения расточили свое имение в Эдемском саду. Мы сами своим грехом прервали общение с Вечным Богом. Мы умерли, но Господь нашел нас. Мы умерли, но Господь оживил нас. И Он восстанавливает эту связь между Собою и нами посредством смерти Иисуса Христа, которого приготовил еще прежде создания всего человечества. А для чего? Для того, чтобы сделать нас святыми и непорочными пред Собою, для славы своей, ведь Он этого достоин, для того, чтобы мы могли иметь общение с Ним всю вечность, несмотря на то, что мы расточили все имение, что мы отворачиваемся, мы падаем. Но Бог есть любовь. В каждом нашем падении Он нас поддерживает, Он нас ободряет, Он нас укрепляет. И уже во Христе дровал нам все силы и все благословения через Христа, для того, чтобы мы вновь и вновь могли подниматься и идти дальше следом за Господом. С нашей же стороны нам нужно прикладывать все старания, все усилия для того, чтобы познавать, какой вечный славный Бог. Как говорил апостол Петр во втором своем послании, в первой главе, 5-8 стихи, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпение – благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбии – любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего и Иисуса Христа. Слава Ему вечная за это. Аминь. Будем с вами молиться. Дорогой наш святой Бог, мы благодарим Тебя за Твою вечную дивную любовь, Господь, за то, что Ты нашел нас и оправдал нас, Господь, грешным, за то, что Ты полностью оправдал меня, Господь, пред Себою. Благодарю Тебя за Слово Твое, Господь, которое Ты дивным образом оставил здесь, Господь, для меня лично, чтобы я мог познавать Тебя, какой Ты любящий, всемогущий, всесильный и вездесущий Бог. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, и отдал Своего Сына Возлюбленного за каждого из нас. И веруя во Иисуса Христа, Ты даруешь нам Духа Святого, и ты делаешь нас наследниками Своими. И мы, Господи, можем питаться всеми благами, которые Ты даешь нам через Иисуса Христа. Ты даруешь нам все силы для того, чтобы, Господь, мы вновь и вновь поднимались, чтобы мы действительно продолжали идти следом за Тобой, Господь. И Ты никогда не даешь нам сверх сил, Господи. Ты всегда нас поддерживаешь, укрепляешь, оподряешь. Мы благодарим Тебя за Твою великую дивную любовь, Господь. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который умер и воскрес для нашего же оправдания. Аминь.